Девушки отдыхают В детстве прикалывались все, в классе выделялось, но в классе, кстати, меньше, а вот во дворе смеялись, смеялись, что я полная, что я жирная и всякие такие вещи. В детстве всякое бывало и пытались бить, приходилось за себя постоять. Для меня самым обидным было, как ни странно, может быть для кого-то это было бы мелочью, помните сериал «Рабонезаура» и там была Жануария, очень толстая женщина-негритянка. Да, Нестер, вы не будете есть пирожные. А возможно, позже Жануария, спасибо, унеси. Ладно. И меня называли Жануарией, я это очень сильно запомнила. То есть для меня это Жануария, я уже себя с ней не ассоциирую. Но какое-то время ты на себя этот образ, тебе когда говорят, ты это примеряешь и с этим срастаешься, думая, что вот я вот это. Если были какие-то молодежные дискотеки или меня никогда не приглашали, потому что, ну, она же толстая, я прямо это слышала где-то отдаленно. Мне в глаза вряд ли это кто-то бы говорил, но за, ну, то есть она толстая, она не формат, куда там девчонки были. И было обидно, потому что думаешь, ну, я, ну, нелюбимая, недостойна, не нужна. Вот. И это, кстати, очень сильно складывается потом на, вообще, на дальнейшей жизни в том плане, что ты потом начинаешь у людей заслуживать любовь. И это вообще очень жестокая штука, потому что если человек любить не умеет, он тебя не полюбит никогда. А если умеет, то полюбит сразу, понимаете, со всеми вашими недостатками. Вы представляете, девушка, девочка, неважно, очень крупная, говорит, я танцевать хочу. Я в 7 лет приходила в школу гимнастики, сейчас были советские школы гимнастики, а я очень хотела заниматься. Вот, а на меня, так смотрели, вы гимнастикой, то есть это, ну, нет. И меня не принимали, меня не приняли, как бы я ноги за уши не закладывала, меня не принимали. Потому что не формат, не стандартная, я полная, я с детства очень полная была. Танцы, это вся моя жизнь, как это ни парадоксально, очень большая часть моей жизни. Я танцевать хотела с детства, не соответствовала. Потом взяли, потом это были современные танцы, спасибо тренеру Наташе Белой. Конкурсы по современным танцам, чемпионка Украины по хип-хопу, диско-техно, разные всякие такие вещи. Один период, второй период, мне мама говорит, что как же так, а вот восточные танцы. Я говорю, куда, я толстая, она говорит, а чего? Ну, говорит, зная мои особенности характера, сказала, ну, попробуй хотя бы для того, чтобы ты знала, что ты не можешь. Ну, удивленные взгляды, это очень мягко. Я, когда начинала, со мной, допустим, ездила мама, на мои выступления приходили родственники, допустим. И когда в зале там, допустим, это жирное будет танцевать или толстая, для близких людей это было больно. Но я-то, у меня вот это внутреннее такое, подождите секунду, сейчас все будет. То есть, и потом, о, так деваха там, типа, может, мочит, знаете, ну, как именно, эти такие фразы, потому что другие люди-то и не скажут. А люди особого склада, они скажут и хорошо, и плохо, но плохо быстрее, но на хорошо у них тоже можно заработать. Это есть такое, говорит, мое любимое выражение, говорит, куда же вы, говорит, с пятиметровой елкой в трехметровые потолки. Всю жизнь чувствую себя пятиметровой елкой. Понимаете, то есть не всегда помещаюсь. Влада, я, оказалось, не вместилась в нужда. Он сказал, что, вау, а сколько вы весите? Мы обычно спрашиваем возраст, а сколько вы весите? Ну, сколько вешу, все мое. Ну, как вам сказать на тот момент? Я не помню, может, 120 килограмм, может, 110. Ну, как мне взять на всю Украину? Ну, я женщина, девушка, вы будете и сказать, да, у меня 120 килограмм, и я должна этим гордиться? Нет, я этим не горжусь. Ну, я с этим работаю, но пока как есть. Знаете, ну, что я буду вам говорить, что... Ну, я тогда сказала интеллигентно. Сто. Серьезно? Да. Вау. Танец? Так. Как называется? Шок-Восток. Ну, давайте, шокуйте. Украина, моя талант – это целиком и полностью заслуга моих близких, в первую очередь, моя мама. Я бы не вряд ли бы пошла на этот конкурс. Вряд ли бы. Во-первых, я не считала, что я достойна. Всегда считала, что есть люди, которые достойнее меня участвовать в этих всех вещах. Ну, всегда я вообще считала, что есть это лучше. Но по версии своей мамы, я самая лучшая, вы же понимаете. Поэтому она говорит, иди, пробуй, 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 пробуй. А когда делает трюки, у меня на самом деле пропадает это ощущение, что у нее есть лишний вес. Я очень долгое время заслуживала у людей любви. И даже стоя на сцене «Украина, моя талант», когда момент мне так очень хотелось, чтобы меня приняли. Знаете, вот, чтобы меня приняли от всей души, поаплодировали. Я не знаю, показывали ли это по телевизору, но многие аплодировали стоя после моего выступления. Браво! Браво! Мне нравится сочетание смелости, дерзости и настойчивости. Нам так не хватает уверенности в себе. Катастрофически. Мы просто обложены комплексами. А сверху еще комплексами. И когда приходит человек, который точно так же, как и мы все, страдаем от этих комплексов, но говорит, знаешь что, подруга, бояться будем позже. А сейчас одеваем костюмчик, который нас облегает. А вот смотрите, как мы можем. Я стою на сцене, понимаю, что люди меня принимают, а мне нехорошо. А мне до сих пор в душе нехорошо. А потому что вопрос не в том, приняли ли меня другие. Вопрос в том, приняла ли я себя. И понимаю, что единственный человек, с которым ты должен помириться в этой жизни, это ты сам. Ух! С замиранием сердца смотрели. Спасибо большое. Честно. Спасибо. Это большое. Можно я вас потом обниму? Что ж нет-то? Да, хорошо. Мы же не Кондратев, нас обнимать можно, правильно? Извините. Ну давайте обниматься. Давайте. Поздравляем. Ну вот это такой очень щекотливый вопрос, я вам скажу. Но по поводу внимания со стороны мужчин, опять же, точно так же, как со зрителем, так и с мужчинами, я всегда пыталась принимать позицию активную. То есть выбрать, завоевать, доказать. Потому что я привыкла, в принципе, в силу своей жизни, привыкла добиваться поставленных целей, любых. И это проигрышный вариант. Это проигрышный вариант, я сразу говорю, для всех женщин. Потому что женщина должна быть женщиной, и она красивая своим ожиданием и своим спокойствием, а не воинственными нападками или там достаточно активной позицией. У нас просто большинство женщин сейчас принимают активную позицию в жизни. И я думаю, что это частично из-за того, что люди хотят насильно получить любовь каким-то образом. А это достаточно сложная история. Ну то есть этот путь никуда. У тебя будет этот приз любой, который ты захочешь, в принципе, он может быть твоим, если он тебе нужен. Но, как показывает опыт, мне много времени ушло на то, чтобы понять, что эти призы в жизни, они не нужны. Потому что выбирая не того мужчину, вкладывая в него всю энергию, ты потом остаешься пустой. Это сложный период в моей жизни, который я, честно говоря, не знаю, благодаря каким силам пережила. Потому что не хотелось жить совсем, понимаете? То есть ни жить не хотелось, ни родственникам причинять беды не хотелось, ни самой жить не хотелось. То есть хотелось просто провалиться сквозь землю, чтобы тебя вот в эту секунду просто не было совсем. Потому что боль сумасшедшая внутренняя. Ты вроде делал все правильно и все для всех делал. И что я же тут для всех вот рубашку на себя порвала, наизнанку вывернулась. Что? И все, а тебя оставили. Вот вообще, ну, живи как хочешь. Ну вот с этой болью, с этой раной ты живи. А как жить? Где искать вообще причины для радости, когда ты сам был радостным? Думайте. Постепенно, вот, наверное, год за годом мне не ушел ни один год, чтобы вернуть себе себя. Ни один год. И, наверное, зная, как бывает человеку плохо, только тогда ты можешь кому-то помочь. Если бы мне эту боль не дали, я бы вряд ли была участлива к чужому. Вот так скажу. Он меня встретил в тот период, когда я была в нехорошем состоянии, о котором я вам говорила. Когда я уже приняла, что я буду вообще всю жизнь одна, буду вот так вот работать, что-то делать. Ну, раз так сложилось, вот я вот одна, все, вот, боженька, так решил, я вот, значит, все буду делать сама. Мой муж на тот момент работал в одном из супермаркетового города. Он теперь совершенно в другой сфере, в моей. Сам захотел. И он видел, в принципе, мою личную жизнь происходило у него на глазах. Вот. Он знает, что я люблю из продуктов. Когда я заходила в магазин, директор его на тот момент говорил, птичка в клетке. Птичка в клетке. Я выходил, наблюдал за тем, что она любит, как она любит, какие продукты ей нравятся, на чем она приезжает, на что она акцентирует внимание. Очень хотел раньше написать, но он считал, что он полный для меня, и он мне не соответствует. И худел. И только когда меня совсем приперло, извините, к стене, ну, спросил у моей подруги вообще, что со мной произошло, как так, что с Аней. И даже не он решил написать мне в интернете, побоялся, постеснялся, потому что всем кажется, что ты какой-то небожитель. Вот. А написала его сестра, и я ответила. Она говорит, я от вас ничего не хочу, давайте просто погуляем. И мы очень долго гуляли. Очень долго гуляли, правда. Насколько я знаю, у нее до этого были не очень самые положительные отношения, и впечатления о мужчинах у нее были ужасные. И я пару месяцев грубо каждый день натыкался на то, что я не такой, я неправильно что-либо делаю, я неправильно говорю, я неправильно одеваюсь, я неправильно на нее смотрю, я неправильно еду за рулем, я все делал неправильно. Ну, я не знаю, ну вот как-то это чувствуешь, видимо, что это твой человек. И я все равно добивался, я просто понимал, что надо себя вести как настоящий мужчина. Не меньше, а постоянно больше. Я постоянно добавлял цветы, значит, больше цветов внимания, значит, еще больше внимания не понравилось, хорошо, сделаю еще чего-нибудь в большем количестве. И просто, просто любовь, доброта, и как ни крути, оно всегда, всегда даст только положительный результат. Поэтому вот такая у нас история, и это тот случай, когда мужчина своим вниманием, любовью и заботой может заслужить твою жизнь. Он разделяется на мою жизнь, а я с ним его. Супруга – это мой самый крепкий тыл, на который я могу положиться, которая, даже если я делаю что-то неправильно, она не скажет мне, что я неправ. Она мне скажет, что, возможно, мне необходимо сделать вот по-другому, подстроиться. Но на то она и женщина, она умная женщина, очень умная, очень мудрая. Я очень счастлив, я счастлив, что у меня есть я, у меня есть такая прекрасная жена. Мы, в принципе, двигаемся в правильном направлении. Я думаю, она не даст соврать, у нас есть определенные цели. И, конечно, мы счастливы, потому что мы вместе, мы друг друга любим. Мне довелось, это, наверное, будет интересно зрителю, довелось поработать в цирке воздушной акробаткой, в цирковом кольце. Я работала с одним из цирков, за пять занятий меня подготовили и выпустили в воздух на 9 метров. Сначала поднимали под купол цирка, потом опустили на 9 метров, и мне казалось, что это уже невысоко. Ну, интересно, интересно, в жизни это же интересно. Вот надо было попробовать. Попробовала так, цирк уехал, как в анекдоте, да. Вот я осталась жить, хотелось дальше, выступала в цирковом кольце. Но муж сказал, что меняет вот это кольцо на цирковое, потому что смотреть, как я выступаю в цирковом кольце, он не мог, потому что много где я выступала без страховки. И он каждый раз просто сидел, у него седые волосы появлялись после каждого моего выступления. И он сказал, что вот это кольцо на то. Но выбрала для себя более безопасный вариант. О, отлично. Пробуйте найти баланс. Я поняла. Подними свежий. У меня есть лишний вес, я хотела его убрать. Да, я считаю, что у меня есть лишний вес. Я сама вижу это? Вот. Мне не нравится в себе, это мой животик и мои бока. Я пришла сюда, я была больше. 57. А сегодня 54. Идеальный вес вообще у меня был 43 килограмма. Но в силу того, что у меня уже не тот возраст, то я уже не буду 43, ну хотя бы каких-то 50. Родителям всегда нравится, когда я пухленькая. А вот на работе ребята там говорят, Дашка, надо похудеть, потому что появился животик. К сожалению, на сегодняшний день люди встречают по одежке, но очень редко провожают по уму. А хотелось бы наоборот. Раньше это очень портило настроение. Ты это, любую реакцию людей, вот да, что бы они сказали. Идут где-то, крикнут, корова, ты обязательно это на себя оденешь и будешь с этим ходить. Я думаю, что это жизненная позиция. Знаете, вот если ты хочешь обидеться на что-либо, или ты хочешь быть обиженным или важным в этой обиде, наверное, важно, чувство важности. Про меня сказали, значит, вот на меня обратили внимание. Это очень хитрая вся вещь, это очень хитрая вещь. Поэтому, если говорят коровы, я уверена, что это не про меня. Они про животное разговаривают, чем не обижаться, знаете. Но это позиция жизненная многих людей, даже не полных, в принципе, к себе привязать то, что к тебе не относится. Лишь бы почувствовать себя очень важным и ценным человеком. Тогда на тебя заворачивается очень много внимания, и ты контролируешь ситуацию. Ну, это хитрый ход головы. Потому что, когда ты неважный человек, то и внимание тебе чужое не особо надо, то приходится больше делать всего самому. То есть не говоришь, что у меня пальчик поранило. И все, значит, там тебе перематывают пальчик, носятся и все остальное. А тут за день столько всего успеваешь не только для себя, а еще и для других людей. И ты неважный человек. Потому что ты не делаешь ничего суперважного, ты делаешь нормальные вещи, нормальные в первую очередь. Поэтому обиды не лучший советчик. Я вот всем людям, которые привыкли обижаться, вам скажу со 100%, что это огромная гордость обижаться. Нельзя этого делать. Просто категорически обижаться нельзя ни на кого. На себя в первую очередь нельзя обижаться. Себя надо хвалить. За маленькие успехи. Конечно, где не так, сказал, ну ты, конечно. Тут, да. Ну, ничего, в следующий раз будет лучше. Ой, вот сейчас замерли. Есть, прекрасно. К сожалению, девушки нестандартных форм не так часто приходят на фотосъемки. Но для меня, как для фотографа, творческого фотографа, безумно интересно с ними работать. Потому что это другое, это естественное. Это как материал, с которым можно работать интересно. Складочки, руки, взгляды. И когда происходит этот момент связи между фотографом и моделью, когда она раскрепощается, когда она чувствует себя прекрасной, замечательной, красивой, получается волшебство. Мне очень нравится. Я, допустим, да, вот у меня такая модель, нестандартная. Была одна. Еще, ну, смотри, совершенно, когда я начинала фотографировать, получились действительно фотографии очень классные. И она говорит, Алёна говорит, я смотрю на фотографии, я здесь другая. Но я здесь, ну, если я такое в зеркале не вижу, почему-то вот такие женщины себя в зеркале видят не такими привлекательными. Им не хватает, видимо, комплиментов, им не хватает веры в себя, я не знаю. Но на фотосъемках это происходит. Это магия, это волшебство, это раскрытие себя, оно происходит. И они получают удовольствие видеть себя другими, даже не другими, они себя ощущают другими. Но на самом деле они такие, какие они есть, и красивые, и интересные, и женственные, и естественные. Анечка очень добрая, открытая и глубокая женщина. Очень приятно с ней было работать. Меня поразило ее творчество. Ее стремление к развитию, вот эта вот телесная пластика, красота, грациозность, очень здорово. Я получила удовольствие. Надеюсь, ей тоже понравилось. На сегодняшний день я могу сказать, что вот этот человек, Аня, вот я сама с собой, я себя приняла. Если себя не принять, то сложно принимать других людей. Только примя в себе свои недостатки, ты с терпимостью можешь относиться к недостаткам других людей. А если ты не прощаешь даже себя, представляете, вот у нас же вокруг одни палачи ходят, вот с такими мечами. Потому что себя-то не приняли, и давай казнить всех, кто не соответствует каким-то рамкам к вопросу о теле. У меня были мероприятия, где были очень толстые люди, и они меня ненавидели. Был один закрытый банкет, где был очень толстый мужчина, невероятно огромных размеров. И когда я выступала, он сказал, уберите эту толстую, она мне не нравится. И я говорю, знаете, а вы мне симпатичные. Станцы, прям я не стесняюсь, я достаточно искренне ему это сказала. Я его переключила, то есть вот этот момент личного. Но на самом деле люди, которые не принимают себя, не примут никогда в жизни никого вокруг. Поэтому если вас казнят за что-то, будьте уверены, что человек явно с собой не помирился. Явно с собой не помирился. Поэтому люди, которые приняли себя, они критикуют мягко, если критикуют, дают советы нежно. И не лезут в вашу жизнь без спроса. Вот. Волшебным, волшебным девочкам я хочу сказать, чтобы они ни в коем случае не стеснялись своего тела, чтобы они себя любили такими, какие они есть. Если они желают совершенствоваться, пожалуйста, но это должно быть с любовью к себе в первую очередь. И принятием себя, такие, какие они есть. С желанием к совершенствованию. Это прекрасно абсолютно для каждого из нас. Любите себя, берегите и наслаждайтесь жизнью. Улыбайтесь, радуйтесь каждому дню, улыбайтесь людям напротив. И это реально срабатывает. Мы идем с Аней зачастую, я начинаю улыбаться, и люди улыбаются. И ты понимаешь, что уже настроение поднялось. И, ну, это классно. Я бы хотела сказать, воспользоваться моментом, не знаю, вставить или вы, сказать, люблю тем людям, которые есть в моей жизни. За то, что они рядом со мной. Потому что без моей мамы, без моей подруги, без моих родственников, без моего мужа, который рядом со мной сейчас, была бы другая Аня. Редактор субтитров А.Семкин